главный вопрос этого сезона наиболее часто встречающийся у меня не заводится мотоблок может быть это компрессия понятное дело что мотоблоки новее не становятся возраст их растет износ растет и мотоблочники всем своим скопом заходят в период ремонта капитальных и поточных признаки низкой компрессии первый мотоблок плохо заводится при том он плохо заводится на холодный на горячую заводится хорошо если же случается наоборот что на холодную заводится хорошо а на горячую плохо то это скорее всего проблема сплунжерной парой тнвд почему так разберемся в следующем видео второй признак один из основных выхлопной дым начинает окрашиваться в белый цвет это не значит что он будет чисто белый он может быть грязно-белый черно-белый сизый но спектр цвета его уходит в сторону белого почему появляется белый дым тоже сейчас разбираться не будем дабы не приполнять голову лишней информации третий признак низкой компрессии начинает дыметь сапун двигателя появляется дым из сапуна происходит это потому что кольца изнашивается соответственно компрессия уменьшается соответственно картерные газы заранее попадает в картерное пространство и выбрасывается через сапу тут все просто почему двигатель не хочет запускаться на самом деле все просто это дизель это не карбюратор не бензиновый мотор солярка воспламеняется от температуры сжатого воздуха это всем понятно надеюсь все это знают соответственно когда случается такая беда как низкая компрессия это значит сжимаемый поршнем воздух цилиндре убегает через неплотности через какие-то щели вследствие чего компрессия падает и соответственно падает температура сжатого воздуха потому что его стало меньше меньше жалость жалость количество воздуха меньше температура этого самого сжатого воздуха соответственно при падении температуры этого самого сжатого воздуха солярка вприснутая форсункой не хочет воспламеняться для нее низкая температура и двигатель соответственно не не запускается тоже все предельно нет температуры в цилиндре нет воспламенения солярки нет запуска двигателя при давлении в цилиндре 16 атмосфер то есть компрессия 16 атмосфер двигатель не запускается вообще при давлении в цилиндре 18 атмосфер есть устойчивые проблемы с запуском двигателя он начинает запускаться через раз если же налить буквально несколько миллиграмм бензина в воздушный фильтр и нагреть воздух в цилиндре помочь ему подогреться или допустим на нормальных машинах стоят свечи накаливания которые греют или просто феном нагреть или факелом входящий воздух мотор при 18 атмосферах двигатель еще можно запустить но это уже устойчивые проблемы с запуском все что выше двигатель запускается в принципе нормально но при 21 атмосфере компрессии двигатель уже просится на капремонт соответственно какая должна быть компрессия в двигателе именно в этом и как ее посчитать правильно вычислить это тоже отдельная тема для разговора останавливаться не будем почему пропадает компрессия кудой значит девается воздух кудой убегает воздух где он находит себе дорогу чтобы сбежать из цилиндра ну таких дорог несколько причин падения компрессии несколько во первых это износ цилиндропоршневой группы или кольца или сильно большие борозды на самой гильзе либо трещина в поршне выливается это все в дым из сапуна как правило или неплотно прилегают седла клапанов к клапанам есть щель в клапанах воздух убегает через клапана соответственно опять же нет компрессии вообще никак не проявляется или же пробита прокладка головки блок тут все тоже очень просто если прокладка головки блока пробита на масляный канал сильное дымление из сапуна если прокладка пробита систему охлаждения будет бурлить вода в радиаторе вроде как кипит тоже все предельно просто это также может случиться из-за зажатых клапанов неправильно отрегулированных так ну и на всякий случай не стоит забывать что забитый воздухан может дать низкую компрессию потому что просто тупо воздух не пропускает и забитый глушитель может дать проблемы с выходом выхлопных газов на компрессию это не влияет но симптомы могут быть похожи и при забитом глушителе тоже может возникнуть проблемы при запуске поэтому когда есть подозрение на компрессию сразу снимать воздуханый глушитель сразу снять и тогда проверять чтобы исключить этих двух факторов ну и соответственно чтобы убедиться что компрессия хорошая нужно ее проверить для того чтобы ее проверить надо снять форсунку всунут дизельный компрессиметр потому что карбюратор не подходит у него шкала маленькая карбюратор на мере до 18 атмосфер или до 15 и не подходит для этого дела так это у меня компрессиметр карбюраторный для бензиновых моторов вернее градация его до 16 атмосфер 16 атмосфер как я уже говорил при 16 дизель не работает то есть маленькая шкала этого компрессиметра для того чтобы проверить компрессию у дизеля у дизеля у дизельного компрессометра шкала эта должна быть до 40 атмосфер но вторая проблема в том что бензиновый компрессиметр в колодце свечи удержать руками можно а дизельный нельзя очень сложно потому что сильно большое давление давление больше 24 атмосфер выталкивает компрессиметр руками удержать нельзя дизельный компрессиметр должен прикручиваться на шпильки вот и держаться за счет гаек а не руками в этом их отличие и потому бензиновый компрессиметр не совсем для этого дела подходит кроме того у кого есть стартер на мотоблоке тому проще можно померить компрессиметр у кого стартера нет как у меня дело хуже потому что корбочкой раскрутить для нормального показания компрессиметра раскрутить мотор очень сложно практически невозможно разве что тянуть его буксиром этого трактора другим трактором в общем у кого нет стартера у того катастрофическая проблема с замером компрессии сейчас мы посмотрим как это сделать косвенно косвенно чтобы убедиться что компрессия хорошая и так чтобы убедиться косвенно в том что компрессия хорошая как я уже говорил в предыдущих своих видео можно взять корбу и попробовать провернуть мотор на нейтральной передаче с включенным декомпрессором вот мотор хороший с хорошей компрессией провернуть ручкой руками невозможно но демонстрирую видно что двигатель не проворачивается просто так если же двигатель крутите и он проворачивается значит с компрессией скорее всего проблема теперь еще один эксперимент у меня 78 килограмм веса сейчас я обеими ногами стану на эту ручку и эта ручка будет понихонечку плавно опускаться потому что воздух будет через кольца стравливаться но эта ручка должна выдержать моих 78 килограмм при хорошей компрессии если у вас мотоблок и не выдерживает такого веса значит компрессии нет теперь демонстрирую наглядно еще раз демонстрирую ручка уперлась обеими ногами становимся еще можно и покачаться третий раз показываю ручка уперлась обеими ногами стали компрессия должна держать вот таким вот нехитрым способом можно определить хорошая еще для запуска компрессия в двигателе или уже нет то есть если корба вас выдерживает вес 80 килограмм значит скорее всего почти на 100% хотя не на 100% а очень близко к тому что компрессия в двигателе еще нормальная для работы если же ножками стали на корбу а корба упала без всякого сопротивления значит компрессии в двигателе уже скорее всего нет способ очень простой и очень нехитрый но надо быть аккуратно не сломать здесь приводные шестерни на распредвалу пусковую и распредвальную шестерню потому что сломать можно легко там тело маленькое и тоненькое железа мало может шестерня лопнуть злоупотреблять этим методом не надо но тем не менее таким способом можно выкрутиться без всяких компрессиметров узнать достаточно компрессии в моторе или нет ну а как определить куда одевается компрессия куда воздух выходит то ли выходит через поршневые кольца то ли через клапана то ли через головку блока это я покажу в следующем видео как это распознать и кто будет смотреть канал тот узнает а кто не будет не узнает вот вот Продолжение следует...